МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что можно предпринять в ответ, чтобы американцам отбить охоту, хулиганить и вообще? Алексей Валерьевич, приветствую! Приветствую! Сергей, ну для того, чтобы охоту отбить, надо вообще-то свое отстаивать. Славянский мир-то он единый, но он разделенный сейчас. И с помощью кого? С помощью так называемых партнеров. Европейцев, американцев. Ну мы же привыкли это громкое слово, партнеры называть. Но вообще-то партнеры, я понимаю в прямом смысле, когда вот объединяются все, дабы защитить мир от войны. От какого-то нибудь агресса. Но сегодня все с точности наоборот происходит. Агрессию, мускулами. Махают американцы, НАТО. А вокруг России и бывшего постсоветского пространства идет все больше и больше сближения. Ну то есть это прямая агрессия. Ну я так понимаю. Либо по зубам дать, либо просто-напросто упредительный выстрел. Покатать. Упредительный. И они агрессивные. И посмотреть на реакцию. Если этого не получается, ну извини, надо уже какие-то действия делать по поводу Украины. Ну вот Белоруссия возьмем. Они же там не летают, по крайней мере. Ну эти бомбардировщики. Как они там называются. Ну а почему они не летают? Потому что Россия конкретно уже сказала. Ребята, стоп. Мы не умешиваемся, но там наши интересы. На самом деле интересы и в Украине, и России есть. Россия все равно как называться будет эта страна. Лишь бы эта страна не была арестивной, продажной. И вела себя достойно. В неблоковом статусе Украина, если бы сегодня была. В Украине бы не было бы этого Майдана. Не было бы на сегодняшний момент нацизма и все остальное. Не было бы гражданской войны. А гражданская война это почва. Когда историю чужую пытаются влить в нашу историю. То есть заменить чужой историей. А наша история это не нацизм. Не фашизм. Но вот тебе и все по большому счету. Поэтому в данный момент все б, чтобы не говорила Россия. Я повторюсь. Все б, чтобы она не делала. Вечно будет Россия виновата. И я поверь мне. Северный поток там сегодня приводят политологи. Там еще что-то. Да нет. На самом деле идет война. А вот что самое страшное, Сергей, и вот мне и печально, и грустно, что кровь-то польется в Европе, в Украине. Неужели они хотят разрушить эту Европу такими вот действиями? Ведь Россия сегодня отобьется. А вот ракета куда полетит? Знаешь, мне лезут в голову мысли и слова такие. Горе нас разъединило, беды нас соединят. Понимаешь, неужели должно горе прийти к нам? Понимаешь, я не могу сегодня сказать, что Россия по барабану Украина. Я не могу этого сказать. Потому что там российские граждане живут. Там нормальные украинцы есть живут, которые солидарны с миром. Есть, конечно же, и негодяи. Так лучше же бороться с негодяями. Лучше же это поле зачищать. Да, а то один только Донбасс борется. Нужно же уже что-то проводить. В данный момент это агрессия. Я считаю, что сегодня летают над северной частью России. Там на границе летают эти бомбардировщики, разведчики. Я смотрю, они усилили эту тактику. Смотрю, они под Крым уже залетают. Махают своими крыльями. Орлом этим непонятным, который только рыбу жрет, больше ничего. Как говорится. Но я вообще не понимаю. До каких это пор это все будет происходить? Неужели мы не понимаем, что идет уничтожение славянского мира? Неужели мы не понимаем, что идет уничтожение русского языка практически по всей планете? Хотя он на сегодняшний день в некоторых зарубежных городах даже и доминирует в чем-то. Неужели мы не понимаем, что с Белоруссией хотят такое же самое пущечное мясо сделать и разваленную страну, как это Украину, Молдову, Грузию. Ну, надо же уже свою экономику строить. Надо же уже свое ПВО строить, чтобы оно возле Польши стояло. Чему не можно, нам нельзя. Мы что, чем-то выделяемся? Мы лицом не сошлись, что ли? Или мы две ноги и руки не имеем? Мы просто не понимаем, с чем мы имеем дело. Мы имеем с большой проблемой и трагедией в данный момент. Поэтому, ну, я считаю, что хватит с ними баловаться. Понимаешь, интересно, там политологи говорят такую вещь. Вот приостановят они Северный поток. А, ну, под Германией. Я думаю так про себя. Может, знаешь, конспирологией занимаюсь. Слушай, ну хорошо, ну достроят этот мысль. Что-то перемкнет, зайдет туда подводная лодка. Ба-бак! И нет трубы. И в чем проблема? Спишем потом на форс-мажорные обстоятельства? Ну, это ж чисто шизофрения. Ну, это ж видно, что Германия попала под пяту Америки. А не что попало то и то раз, да? Навальный – это игрушка в их руках. А что будет с людьми миллионами, да? Тысячами? Об этом никто не думает. Вот что самое главное и страшное, понимаешь? А мы дальше продолжаем щеку подставлять. Рады такие. Партнеры на живых. Алексей Валерьевич, вот тут интересная параллель между психологией толпы и тем, как работает с этой толпой, но индивидуалистов западной СМИ. Ведь не секрет, что и немецкие все СМИ, и американские, которые на территории Германии, и прочие остальные. Вон, в Сербии, оказывается, один русский канал и куча американских каналов одновременно вещает. И формирует общественное мнение. И вот это общественное мнение сегодня загнано в узкую нишу русофобии. Жесткой, жестокой. Мы, Россия, пытаемся устами Захарова, Лаврова, еще кого-то достучаться до умов, до сознания, до интеллекта этой самой толпы. А что немцы, что белорусы некоторые, что украинцы в большинстве своем, затурканные этой всей хренью, они ведь разума не слышат, доводов разума. Они слышат только что-то непонятно, и им не важно, что будет завтра. Им важно, что им сказали, давайте сейчас и здесь проявите свою гражданскую активность. Вот вам скучно, грустно, у вас чистые улицы, красивые дома там в Минске, да? Нет, давайте все это разрушим. Давайте сделаем так, чтобы, ух, хорошо было, ух, было весело и драйвово. А что будет потом? У людей эту функцию отключают. Думать они будут задним умом. Понимаешь, наверное, суждено так, чтобы в истории повторялось, когда фашист Гитлер зашел, Европу поработил, потом Украину поработил, Белоруссию поработил. Наверное, надо, чтобы американец, долбанный по нечаянности, или просто так от того, что захотелось, выпустил ракету с того самолета или с той старцевой площадки, чтобы потом отсюда пришла ответка. Куда эти ракеты прилетят? На Украину, в Германию, в Европу. Чтобы оно все стало разрушенное, руины, миллионы смертей, тогда вот эта молодежь начнет понимать. Наверное, может быть, это надо. Конечно, это страшно. Я этого не хочу. Но, наверное, скорее всего, это, наверное, что-то уразумит вот этих людей, что они делают. Понимаешь? Это же происходит как провокация. Это как пример я привел. Упаси Бог, я этого не хочу. Как нормально думающий человек. Алексей Валерьевич, какая бы беда, из какого бы дула не прилетела, американского, немецкого, на тех же самых немцев, там, поляков, украинцев, им же все равно объясняют, что виноваты в этом русские. Ты посмотри на Кренделя Навального, которого русские врачи выходили, русские летчики вовремя посадили самолет в Омске и тут же отправили, спасли человека. Оказывается, алкоголя пережрал пацан, плохо ему стало, там, панкреатит, не знаю, что. Я понимаю, понимаю, что... Виновата Россия в любом случае. Крен его знает как, что. Никаких доказательств, никаких фактов. Верьте на слово. Не рефлексируйте. Распространяйте. И народ не рефлексирует. Он не включает мозги. Сергей, для того, чтобы этого не было, в Советском Союзе работала пропаганда. Своя. Для того, чтобы сегодня мы чувствовали нашу правду, нам нужно, чтобы государство помогало, любое. Нам нужно, чтобы мы работали над молодежью. Нам нужно, чтобы у нас было все собственное свое. Русский свифт. Русская денежная единица настоящая, подкрепленная золотом. Нужно, чтобы мы развивали свои IT-технологии. Нужно, чтобы мы развивали свои заводы, фабрики, машиностроение. И плевать надо на ту Европу. Надо все создать, чтобы они к нам и шли. Вот когда мы определимся, что Европа нам не товарищ и не союзник, а просто, будем говорить, сосед. И на наших условиях будет наши брать товары. На наших условиях будет выполнять то, что мы хотим. Вот только тогда они будут с нами считаться. Тогда у нас придет и мир, и братство, и понимание. Когда мы каждого своего молодого человека, гражданина, будем защищать везде. А Европа, либо Америка, будет понимать, если они нашего русского тронут человека, или русского язычного, или украинца, или белорусского, они понесут за это ответственность. Ты же помнишь, ты мне приводил пример Судоплатова. Вот давай возьмем Израиль. Попробуй что-то пикнуть на Израиль. Начать оскорблять, унижать, какие-то действия проводить. Они не посмотрят, на какой вы половине земного шарика живете. Как говорится, был человек, есть проблемы. Нет человека, нет проблем. И потом все надолго забывают, кто такой Израиль. Надолго. А мы почему-то, извини пожалуйста, какой-то крендель, отшибленный, призывают в Украине расстрелять мирный поезд, взорвать Крымский мост, да? Внести бомбу в метро. А мы почему-то смеемся. Ну да, ну это шизофреник какой-то там выступает. Да подождите, с этого все начинается. Это призыв к крови, к убийству. Это призыв к разрушению чужого государства. Вот когда они начнут по зубам получать, да? Вот тогда да. Это понятные вещи. Извини пожалуйста, они тренируют там снайперов. Никому не секрет, уже списки вывалены в социальную сеть. А мы смеемся. Хи-хи. А вы хотите сказать, тренируют снайперов, эта война закончится на Донбассе? А это не тот же самый терроризм живого населения на Донбассе. Ну вот пока мы будем молчать, вот это и будет с нами происходить, да? Вот фортикационные эти, скажи мне, сооружения. Да, прекрасно, все. Не понял. А теперь назад включили. Ну да, это политическая игра. А вы подумали о людях? Что люди думают здесь, в России, в Украине? Да, в жизни с нормальными людьми может один раз по зубам дать, чтобы выполняли эти минские договоренности. А мы продолжаем баловаться. С кем проводить переговоры? С государством террористов в лице Зеленского, который вокруг себя поставил чиновников высшего ранга военных, которые участвовали в терактах, которые способствовали терактам и проводения на Донбассе? Я не понял, что там. Может, с этими людьми мы будем еще, елки-палки, им попочки мыть? Мы так договоримся. Да ежиков. Понимаешь? Ежик уже сдохнет, только лючки-то будут. Вот в чем вопрос. Алексей Валерьевич, ну хорошо, вот представь себе на секунду ситуацию. Российская Федерация объявляет, что вооруженное формирование Украины, служба безопасности Украины, прокуратура АРК, другие там вот эти структуры военизированные и всякие остальные, объявляются, приравниваются к террористическим организациям, запрещенным на территории Российской Федерации. Плюс к этому ко всему Россия в связи с угрозой со стороны территории Украины объявляет Украину бесполетной зоной. Вот, допустим, с нуля часов такого-то числа Украина бесполетная зона. Наши ПВО, которые накрывают Украину, будут уничтожать все, что взлетело на высоту больше там одного или пяти или десяти метров. Вертолеты, самолеты, кукурузники, санавиация, пофигу. Ребята, никто не взлетает. У вас есть валы, чумаки за силу, ездилы на валах, вот, пожалуйста, на валах и катайтесь. Ни один Б-52 с ракетами, которые несут ядерные боеголовки, не может с территории Украины тренировать ракетные бомбовые удары по территории Российской Федерации. Ни один гражданский борт не взлетает. Пусть хохлы ездят паровозиками, на велосипедах, на самокатах, как они умеют. Ты понимаешь, я тебе хочу сказать, к этому может и прийти. Вот мы с тобой говорим все время, не будет никакого мира. Перемирие и мир это разные вещи. Согласен? Но мира нет. Потом, значит, давай будем говорить так. Ну, доведут они. Здесь принято так. Долазится чудак в берлогу и добудется медведя. Вот такая самая ситуация с Украиной происходит. Они доиграют. Только вот мне, Сергей, знаешь, что жалко? Что народ этого не понимает. Что этот бомбардировщик, он не долетит до границы. Он рухнет над Украиной. И пострадают тысячи людей. Вот этого не понимают украинцы. И мне вот за это обидно. Что ж вы делаете, вы сами своими руками убиваете страну. Неужели должны повторить 45-й год дойти до самой Европы? Понимаешь, вот когда мы начнем ракеты размещать там поблизости Соединенных Штатов Америки, я тебе хочу сказать, вот тогда Америка успокоится. Вот у меня такое впечатление. Вот тебе и все. Понимаешь? Поэтому в данный момент я не исключаю того, что говоришь, что может быть и принято это решение. Потому что хватит уже баловаться. А может быть это и правильно, что такое решение будет принято. Может остудит горячие головы от таких последствий и действий. Вчера Гордей Белов, твой земляк, сказал, что оказывается не американская, а украинская военная база построена в Очакове. Раз уж Украина террористическое государство и вооруженное формирование Украины террористическая организация, ну как для Израиля Хизбалла, значит Россия может тоже предупредив кого-то как-то по телефону сказать, через 10 минут ракетный удар по военной базе Очакова, которая угрожает российскому Крыму и другим нашим регионам. Все, бах и уничтожили. Может быть так действительно мы посадим их в лужу и они там захлебнутся в ней? Ну понимаешь, я при сегодняшней ситуации не исключаю ничего. Что касается Белова, это говорящая смертоносная башка, отбитая, понимаешь? Вот рано или поздно придет день, когда за его вонючий язык придется нести ответственность. Если они думают, что это их не коснется, это коснется всех. Вот такие дебилы, деградаты, которые безумно неправильно отстаивают свою государственность, они подставляют целый народ под войну, под кровь, под беду. Это животное, оно не понимает, что оно делает, несущее своим языком. Через такого, как он, трансформируются мысли и здесь у молодежи. Потому что многие думают, что он правду говорит. А он заранее обманывает народ, он соучастник преступления и потыкательства войны. Притом он рекламирует НАТО, он рекламирует дружеские страны, которые агрессивно настроены против нашего народа. Все, Алексей Валерьевич, к сожалению, время истекло. Спасибо большое, удачи и до скорой встречи. Ну, а мы потом созвонимся и вне эфира обсудим на великом и могучем русском языке, что происходит в мире. Потому что вот в эфире многого говорить нельзя, просто потому что, ну, забанят нас, скажут, нельзя такие вещи в эфире произносить. Спасибо большое, пока. Спасибо, до свидания. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка и программа «На самом деле». Вернемся через несколько минут и продолжим. Пока.